Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Михаил Бурмистров, компания InfoLine Аналитика. Здравствуйте. Приветствую. Вы были спикером нашей деловой сессии. Давайте, наверное, о сессии. Какие были темы? Ну, наша ежегодная сессия InfoLine Retail Russia Top 100, она посвящена изменениям стратегии ритейлеров, производителей и поставщиков, и потребителей. Уже более 10 лет неделя ритейла начинается именно этим мероприятием, на котором мы представляем рейтинг крупнейших ритейлеров InfoLine Retail Russia Top 100. И в этом году мы в этом рейтинге особое внимание обратили на развитие продаж по модели маркетплейса и наших ключевых онлайн ритейлеров, которые развивают эту модель, это Wildberries, Ozone, Яндекс.Маркет, Алиэкспресс, Сбер Мегамаркет. И действительно, наверное, что хотелось бы отметить, что впервые в этом году 100 крупнейших сетей контролируют уже более 50% розничного рынка. И это фантастический показатель. Мы продолжаем расти, продолжаем консолидироваться. Хотя, конечно, экономическая ситуация сейчас крайне непростая. Она ставит очень серьезные задачи, сложнейшие, логистические, производственные, с точки зрения комплектующих, оборудования, поставок сырья, ингредиентов, замещения брендов, развития отношений с ритейлерами, скажем так. И целый ряд еще моментов, которые сейчас нашим предпринимательскому сообществу, работающим на потребительском рынке, нужно решить для того, чтобы наш потребитель был обеспечен продовольственными товарами, непродовольственными товарами в том ассортименте, к которому он привык. Но надо признать, что, к сожалению, сейчас ассортимент существенно уже того, к чему он привык. И в этом плане это большой вызов и огромная ниша, огромная возможность для того, чтобы, скажем так, вот эту задачу решать и таким образом свою долю рынка увеличивать. Потому что в кризис традиционно самая правильная модель – это не думать о прибыли, это задача минимизировать косты, но при этом стараться увеличивать свою долю рынка. Потому что сложные времена, они неизбежно пройдут. Да, этот кризис, скорее всего, окажется существенно более длительным, чем кризис 2008-2009 года, после этого 2014-2015 года, после этого пандемийный кризис. Этот кризис будет дольше, это уже понятно, санкции надолго. Но, с другой стороны, надо понимать, что, скажем так, наши потребители, они не выбирали время, когда они живут, они все равно хотят кушать, они все равно хотят одеваться, они хотят строить дома, они хотят жить в благоустроенном жилье. И в этом плане, если сейчас предпринимательское сообщество сможет им предоставить эту возможность, и государство обеспечит необходимый объем поддержки, потому что мы понимаем, что, конечно, сейчас государство поставило бизнес перед теми вызовами, которых никогда в жизни бизнес не решал. Точнее, наверное, решал, но это я бы назвал вариантом сочетания постсоветского разрушения всех производственных логистических цепочек с кризисом 1998-1999 года, когда одновременно происходили гиперинфляция, была высочайшая долговая нагрузка, государство и бизнесы и так далее. Вот сейчас это все вместе, в одном флаконе, и еще это все, скажем так, осложняется тем, что есть определенные моменты, связанные с санкционным давлением на Россию, и с некоторыми странами мы не можем выстраивать адекватные экономические связи, какие-то страны с нами не хотят, мы не хотим с кем-то выстраивать. И все это, конечно, обеспечит очень высокий уровень турбулентности, но еще раз повторюсь, наш потребитель, который беднеет, доходы которого снижаются, он заинтересован в том, чтобы порадовать себя, он заинтересован в том, чтобы приходить в магазин и не чувствовать себя униженным, потому что он должен покупать какие-то дешевые товары. Это очень важная история, на самом деле, зачастую это недооценивается, вот эта возможность ощущать чувство собственного достоинства, даже приходя в магазин и покупая товары по сниженным ценам, или по скидкам, или по промо, это важнейшая история. Сейчас человек и так слишком много, на него оказывается давление, он со всех сторон должен терпеть, терпеть то, что происходит в геополитике, терпеть то, что меняется сейчас во взаимоотношениях между работодателями и сотрудниками, потому что мы переходим все-таки из парадигмы рынка, когда у нас был дефицит рабочих рук. Мы сейчас постепенно начинаем переходить в парадигму того, что у нас все-таки будет расти безработица, пока она скрытая и так далее. Это очень серьезные вызовы, и в этом плане, конечно, кто, как не ритейл, может обеспечить возможность для наших покупателей порадовать себя, порадовать себя покупкой какого-то лакомства, какого-то вкусного товара, какого-то товара по привлекательной цене, какой-то, может быть, безделушки небольшой, потому что уже что-то крупное он себе, может быть, не может позволить. Но все это задача ритейла, это задача поставщиков, которые сейчас оказываются в ситуации, когда вдруг крупнейшие рекламодатели, международные бренды, FMCG, они вдруг ушли с рынка и оставили некие огромные ниши с точки зрения маркетинга, с точки зрения брендинга, Пепси-Кола, Кока-Кола, которые покидают рынок у нас. Не будет Пепси-Кола и Кока-Кола. Макдональдс, который покинул рынок у нас, не будет теперь Макдональдса, будет что-то другое. Конечно, это дает совершенно беспрецедентные возможности, потому что на самом деле предыдущая волна создания сильных российских брендов, это был скорее период даже 2008-2009 года, когда после кризиса многие международные компании свернули операцию в Россию и ушли, и тогда были построены сильные российские бренды. Многие из этих сильных брендов были потом куплены международными игроками. Можно вспомнить, Корцен, Калина, Каркунов, Тиньков и так далее. То есть это сильные российские бренды, которые построены и потом были приобретены международными игроками. Вот сейчас появляется некое окно возможностей. И в это окно возможностей можно зайти и попытаться построить свои бренды, которые будут в достаточно длительной перспективе, или можно пойти по такому-то более простому пути, и условно говоря отдать наш рынок турецким, китайским брендам, которые в принципе готовы сейчас на рынок захотеть, у которых может быть где-то там больше какие-то финансовые и производственные возможности есть. Но с другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы у нас, как наш ритейл, он имеет такой безоговорочно мощнейший национальный колорит, потому что у нас есть международные компании, которые являются лидерами в своих сегментах. Можно вспомнить Холдинг Индитекс, лидер на рынке фэшн, например. Можно вспомнить Икея, лидера на рынке мебели, которая, кстати, сейчас закрыла временно магазины. Леруа Мерлен, лидера на рынке DIY. Но если мы посмотрим на сегмент продовольственных товаров, где лидерами являются Пятерочка, Магнит, Красное и Белое, да, мы можем посмотреть на рынок бытовой техники электроники, где у нас лидер DNS, MVideo, там, как бы российские компании. Мы можем посмотреть на рынок мобильных устройств, на, не знаю, там, ювелирный рынок, где лидерами являются там Sunlight, Sunlight и 585. То есть, на самом деле, ритейл имеет безоговорочно национальный колорит. К сожалению, сейчас вот эти возможности для трансграничной экспансии нашего ритейла ограничены, да. Это очень грустно, потому что, на самом деле, наши ритейлеры, они безоговорочно могли бы быть конкурентоспособны не только в странах ближнего зарубежья, что уже подтверждают, там, успех в Казахстане того же детского мира, того же, там, не знаю, DNS, например, да, там, успех, там, фикс прайса, например, как бы в Казахстане. То есть, они уже действительно в странах ближнего зарубежья действительно очень сильные позиции имеют. Но, с другой стороны, к сожалению, конечно, хотелось бы, чтобы в Европу пришли, там, российские игроки, да, как в свое время, там, светофор под брендом Мэры открывал в Европе свои магазины. Да, к сожалению, ну, не сложилось, не срослось, видимо, в Европе это уже не получится. Дальше, как бы, поворот на Восток, поворот в Азию, поворот на Ближний Восток. Сейчас, ну, это, как бы, то, что та задача, которая стоит перед всеми. Самое главное, что, я думаю, не осталось сейчас момента, о котором мы не поговорили. Мы точно знаем точки роста, мы точно знаем более всего рынка. И вы, как аналитик, всем поможете обратить на все внимание, и все в итоге выиграют. Спасибо вам большое. Спасибо, всего доброго.